здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала сегодня у нас продолжается заготовка сенажа и продолжается испытание пресс-подборщика паскаль с 12 от компании ferrator механик город ферме перми как видите результат работы вы можете видеть вот он я продолжаю работать интересно скажу пару слов про это поле кто следит за нашими видео видел что мы в какой-то момент начале лета скосили рожь и эту рожь после ржи освободилось поле и мы засеяли разбросали вернее здесь разбрасывателем удобрений такую смесь семян полевого гороха ячменя те семена которые были грубо говоря вот разбросали и они у нас были потом задискованы потому что поле неровное для цели еще выравнивания поля мы еще раз прошли дискатора модель 4 который у нас есть купили в этом году кстати хороший дискатор но все-таки для наших почв он слабоват немало про проходит глубину ну вот прошли закрыли таким образом семена и вот что выросла сейчас у нас уже 11 сентября и вот что мы имеем вот мы имеем вот такой вот горох местами лучше местами хуже это его побила видите мучнистая роса были дожди такая погода была которая вот вот такой он стал мы имеем здесь ячмень которого в такой вот фазе находится и сорняк естественно вот этот злаковые сорняки которые здесь есть местами гороха больше местами меньше вот видите все что все что желтеет это горох не сказать что это корм и сенаж высочайшего качества не сказать но это то что зимой не будет и такого под белыми мухами будет лежать просто земля грубо говоря а вот это вот это будет корм и любой скот мясной или сухостой или даже молочный будет есть этот корм и будет хороший результат вот какие мы получаем рулоны рулоны конечно очень крепкие вот я катнуть его не могу это значит вес у него ну самое меньшее около пятьсот пятьдесят шестьсот килограмм как видите вот я хотел обратить внимание на то как выглядит рулон и как выглядят остальные рулоны вон один рулон у меня в начале плохо обмотался почему потому что намоталась сетка на валец который был с утра начал работать я был туман и выпала влага видно на этот валец и он такой стал мокрый и прилипала к нему сетка ну а потом все остальные видите как на картинке рулончики вот идеальные видите посмотрите вот ну вот с близка вот он как выглядит этот рулон только что выкатившийся вот вот я скосил вроде бы то где больше гороха было сейчас смотрю а почему бы не покосите все остальное поле потому что сейчас может быть с этим полем проблема что делать а еще вот видите подгон ржи то есть от того скошенного корня выросла рожь и вот у нее это уже зерно грубо говоря дима предлагает дождаться морозов и скосить это комбайном на зерно но я думаю это не самый лучший вариант потому что тогда еще выпадет снег что мы тут будем делать я не знаю и на комбайне в мороз и мы никогда не работали вот поэтому мне кажется вот будет какой будет но будет сенаж неплохой вот но скажу опять таки теперь пару слов про работу пресса ну вот кроме того затыка сеткой который был самом начале затыков больше не было я говорю это честно пресс работает хорошо как автомат калашникова как я выражаюсь вот ну вот этот вопрос с кучками пока еще не решен мы его решим я думаю даже мы сами его решим даже с этим прессом вот ну вот как видите я один раз смазал цепи перед началом работы видите как они выглядят сейчас ну такие видите мокренькие то есть работают смазки то есть принципе нареканий к работе пресса я не вижу вот сейчас работаем без проблем меня спрашивают некоторые покупатели пресс металлфах этого дела каждого я не буду здесь давать каких-то советов по себе вот по себе по внутреннему моему отношению к этому всему вопросу я бы конечно не покупал пресс металлфах не потому что он там в нем есть и технические недостатки их кстати много технических недостатков он будет работать он будет нормально что-то делать но при наличии нашего такого отечественного производителя который вот это делает и который так относится к своему производству я бы покупал все таки вот этот пресс потому что я знаю что я могу всегда получить запчасти я могу всегда получить отклик я могу я знаю что они будут работать над улучшениями вот например на прессе металлфах кто знает есть вот в этом месте на подборщике есть граблинки которые имеют подшипники которые бегут по дорожке ну то есть они же скопировали это все у итальянцев и не думая дальше поставили туда подшипники каждый вот такой маленький подшипник можете себе представить стоит на каждой граблинке и там этот подшипник надо смазывать надо вкручивать в него масленку можете себе представить маленькая масленочка вкрутить и и туда просплицевать каждую и опять выкрутить закрутить пробочку и опять все закрыть как бы вот это надо периодически делать на том прессе на этом прессе подборщик лишён вообще бегущих дорожек и работает замечательно вот видите вот все граблинки целая никто ничего не поломалось работаю я на скорости около 14 километров в час ну кто знает трактор 1221 это скорость 1 на первом рычаге на первом диапазоне 3 передача на большом рычаге 4 передача вот на такой скорости я еду это примерно 14 километров в час обороты двигателя около 1800 оборотов и вот такой волок и побольше залетает аж бегом в пресс и все хорошо то есть никаких проблем нет работаю с ножами тоже подчеркиваю сейчас покажу их если можно будет увидеть вон они торчат то есть это дополнительная нагрузка на пресс но все равно он с ней справляется хорошо то есть проблемы нет так что но это мой выбор по поводу пресса что я сказал почему потому что я знаю что с из польши получить сейчас запчасти какие-то или что-то такое чтобы как-то облегчало нашу жизнь я думаю дождаться будет тяжело поэтому этот пресс делают в россии поэтому я уверен что там будет все нормально и возможно этот пресс экспериментальный может сказать еще его нужно дорабатывать но я уверен на следующий год появятся уже экземпляры которые будут вас только радовать в этом году мы на этом прессе сделали уже наверное около 400 рулонов совокупности но принципе я все вам рассказывал какие были поломки какие были неприятности а так вот сейчас работаем и я могу сказать работаю радуюсь за на за за нашу великую россию вот ну вот посмотрели какие рулоны вот у меня цель была вот это показать вам как он это делает намного кстати буквально ну не намного буквально на несколько секунд я быстрее на этом прессе начинаю движение после выбрасывания рулона потому что быстрее закрывается и открывается крышка видно на кроны стоят какие-то перепускные клапана которые не дают крышки быстро закрыться и поэтому там дольше этот процесс идет а здесь как бы очень довольно быстро и я стартую и начинаю новый рулон ну вот так то есть еще возвращаюсь к этому полю поле дало нам один укос весной полностью укос ржи на сенаж это было начало июня конец мая и теперь мы еще раз собираем с этого поля урожай вот этого вот